Давайте анализировать. Здесь все совершенно очевидно. 1 соответствует одному. 1 плюс 1 естественным образом соответствует двойке. Давайте подумаем, для трех я написал, разумно или нет. Разумно. Так давайте договоримся, что тройка соответствует тройке, а здесь вот 1 плюс 1 плюс 1 соответствует разложению 2 плюс 1. Сейчас идем вот сюда, 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 сюда и так далее. Пожалуйста, сформулируйте правило, которое по разложению числа на различные слагаемые дает нам разложение числа на нечетные слагаемые. То есть здесь я написал, вот нет такой соответствия. На самом деле здесь иногда разумно написано, иногда нет. Давайте подумаем, по какому естественному правилу можно написать строчки, чтобы, внимание, разумным образом, не про вот здесь, вот смотрите, здесь у меня написаны и здесь написаны, и как-то не видно никакой системы. А нужно, я сейчас перепишу вот это все в некоторой разумной системе. Кто-нибудь может из вас придумать эту систему? В математике это называется установить естественное, взаимно однозначное соответствие. Когда это объясняют, обычно говорят про театр или про кинозал. А представьте себе, вы пришли в театр, и у вас есть билет, и на билете что написано? Ряд такой-то, место такое-то, правильно? Вы, ну, если вы хулиган, то вы, конечно, пойдете, сядете на свое место и будете брониться с тем, кто придет, да? Вот, а если вы законопослушный человек, то вы прямо по этому билету идете, садитесь, и это ваше место, правильно? И если никто не нарушает это правило, и если кассир ничего не перепутал, не продал там 50 билетов на одно место, да? Ну, обычно просто билеты делают так, что это невозможно перепутать, просто печатают. Так вот, нужна такая же разумная, хорошая система, как в театре, что никто ни с кем за место не борется, а проходит, и каждый садится на положенное ему место. Вот, вглядитесь, пожалуйста, в это. Вот у нас написано 10, вот у нас написано 8 плюс 2, 6 плюс 4. Как по разбиению на различные слагания сделать разбиение на нечетные слагания? Лучше начать с четверки. Вот, заметьте, для чисел 1, 2, 3 я все сделал, сейчас хотелось бы мне, чтобы вы посмотрели на четверку. Там два варианта слева, два варианта справа. Вопрос, они написаны естественно или не очень? Естественно. Естественно. На самом деле нет? Не может. Нет. Что нужно сделать, чтобы стало лучше? Поменять местами. Поменять местами. И что тогда будет? Тогда у нас, смотрите, будет так. Здесь будет 3 плюс 1, а здесь будет что? 4. А здесь будет 4. Согласились, что это естественнее? Просто потому, что 3 плюс 1, оно как бы, ну, само себе соответствует, да? Очень хорошо. Теперь давайте переходим к пятерке. Где там уже видно, что хорошо бы поставить на правильность? 5 и 5. 5 и 5, конечно. 5 естественным образом соответствует 5. Так, а дальше? Да? 3 плюс 1 плюс 1, а 3 плюс 2. Молодец. Здесь разумно их поменять местами. Сюда написать 3 плюс 2, а сюда написать 4 плюс 1. Отлично. Пожалуйста, здесь. 5 плюс 1 равно 5 плюс 1. Отлично. Значит, я так, шестерку я потом прям дебешу. А вот 5 плюс 1, это, конечно, 5 плюс 1. Замечательно. Дальше. 3 плюс 3 равно 4 плюс 2. Что-что? 3 плюс 3 равно 4 плюс 2. Вот это ошибка ваша. 3 плюс 1, 6 плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Это что такое? 6. 3, 1, 6, 3. Нет, ну не может. 3 плюс 6, а 3 плюс 3. Хорошо, вот это что? 6. 6. 6, молодцы. Все, 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 все. Молодцы. Это точно 6. Это видно, что это 6. 3 плюс 1, плюс 1, плюс 1 равно 3 плюс 2, плюс 1. Тоже молодец, пригадался. Кто, 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 кто? Это 3, 2, 1. А это что у нас? 3 плюс 1. Нет. 4 плюс 2. А это 4 плюс 2. Ребята, вы молодцы. Вы правильно угадываете, хотя общее правило еще не стимулирует. Так, что такое 7? Это 7. 7. 7 это 7. Отлично. Дальше. Это 5 плюс 2. Вот первое, что такое? Это 5 плюс 2. Отлично. 6 плюс 1 пока в запасник. А вот это вот, вы правы, это 5 плюс 2. Молодцы. Так, дальше. Это 6 плюс 1. Это 6 плюс 1. Тоже правильно догадались. Так. 3 плюс 1 плюс 1 плюс 1. 4 плюс 2. 4 плюс 2. Это 7 плюс 1. Это 7 плюс 1. Так. А вот дальше надо думать. 4 плюс 3 плюс 6 плюс 1. 6 плюс 8 плюс 7. Неверно. Можем видеть, что это 8. Молодец. 8 единиц это 8. Правило все еще не сформулировано. Правило все еще не сформулировано, но вы уже постепенно догадываетесь. Так, что такое 3, 3, 1, 1? 6 плюс 2. Это 6 плюс 2. Тоже молодцы. Значит, 3, 3, 1, 1 это 6 плюс 2. 5 плюс 1. Я не успеваю. 3, 3, 1, 1 это 6 плюс 2. Что такое 5, 2, 1? 5 плюс 4. Не слышу. 5 плюс 3. 5 плюс 3. Молодец. Так, а вот интересно. Вот вы уже несколько раз правильно угадывали. Какое действие у вас правило? Или вы просто так? Просто. Так, а это что такое? Это вот это. Это вот это. А это 4, 3, 1. Ой, ребята. Я, конечно, справлюсь, но это уже чем дальше, чем страшнее. Ну ладно, работаем. 9 это 9. 7 плюс 1. 1, 1, 8. Неверно. 7 плюс 2. 7 плюс 2. 7, 7 плюс 2. Молодцы. 7, 1, 1. 7, 1, 1. Это? 7 плюс 2. Отлично. Я вот это стираю 5 плюс 3 плюс 1 Это что? Это 5 плюс 3 плюс 1 Замечательно, давайте я это выпишу 5, 3 и 1 Это конечно же само по себе 5, 3 и 1 Здесь стираю Здесь стираю Хорошо 3, 3, 3 Это что? Это 6 плюс 3 Молодцы 8, представитель пока сюда переедет Действительно 3, 3, 3 Это 6 плюс 3 Отлично догадываетесь Вот заметьте, правила мы еще не поняли Но вы уже говорите правильно 5 и 4 единицы Это что? Это 5 плюс 4 Отлично Это действительно 5 плюс 4 Так, тройка и 6 единиц Это что? 4 плюс 2 6 плюс 2 Это что? 4 плюс 2 Отлично Это 3, 4 и 2 То есть на самом деле 4, 3 и 2 Это 4, 3 и 2 Да, вот почему это интересный вопрос Почему? Но он догадался правильно Так, 3, 3, 1, 1, 1 Это что? 6 плюс 2 Молодцы Итак, 3, 3 и 3 Потом 3 единицы 3, 3 и 3 Потом 3 единицы Это 6, 2, 1 Отлично А это 9 единиц Это 8 плюс 1 Так, ребята У меня теперь уже больше нет Поэтому давайте я сделаю так Я вам распространение правил И после этого Мы уже не для 10 Не для 11 Не для 12 С вами выстрелим все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому